Максимадзе В will you press the button И по традиции сначала мы начнем с дилемм, которые присылали наши подписчики под предыдущим выпуском Итак, первое, Макс 10 Первое, давайте сразу поставим сердечко Тебе больше не нужно есть, пить Все питательные вещества будут создаваться сами Но ты больше не чувствуешь вкус, любая еда для тебя трава Вот это я сразу скажу нет, даже я не буду особо обсуждать Вкус, вкус это наслаждение, это кайф Без этого никуда, ну как же Питательные, если бы питательные вещества могли бы создаваться сами в какой-нибудь момент, когда ты голоден, а поесть невозможно То это было бы классно Но я не могу обходиться без чувства вкуса Вкус это наслаждение И кроме того, тогда вообще по сути еда будет не нужна И ты дегустатором стать не сможешь Второе, ты в любой момент можешь почувствовать любые параллели А, путешествовать любые параллели вселенной И своей ты на время попадешь и вернуться домой Но ты, неисправленные вселенных, также могут путешествовать любые вселенные В том числе и ты Я не совсем, я честно говоря не совсем понял твоего вопроса Вот что-то, вот что-то я как-то Вот реально что-то вообще не понял Еще раз Ты можешь путешествовать любые параллельные вселенные И такое чувство, что гугл переводчики переводил И брал откуда-то, а сам не придумывал Параллельные вселенные и вернуться домой Короче, другие ты Ну друг, откуда другие я Короче, то что не понял То что тебя просят подписать То что ты не понял, не подписывай, не надо Ты сыграешь в любую настольную игру, которую выберешь ты Твой соперник, ты из случайной параллельной вселенной Ваши силы равны Но победитель забирает все имущество Кроме квартиры дома Проигравшего отправляется в свой мир Ты сыграешь в любую настольную игру, которую выберешь ты Твой соперник из параллельной вселенной Ты из случайной параллельной вселенной Почему я? Почему не кто-то другой? другу почему обязательно я другой кто-то может быть но силы равны ну то есть но как-то рискованно то есть я могу победителем и лишиться квартиры дома могу и проиграть короче давайте не будем рисковать скажу нет каждый сон ощущается как реальность ты знаешь что это сон но осознанный сон сделать не можешь но все произошло стоим телом во сне переходит в реальность как травмы так и излечение болезней ну тут даже не знаю я думаю лучше пусть то что сном является будет там во сне ничего не будет а что если я в рубрисе на где я буду умирать я чего не проснуть что смертность тогда во всем мире увеличится в несколько раз я отказываюсь нет ты в этом у тебя появляется магическая флешка у нее бесконечная память было бы прикольно каждый твой сон будет туда записываться и ты сможешь пересмотреть свой сон это было бы интересно да но перед тем как лишь спать тебе придется заплатить 200 рублей ты не сможешь уснуть не заплатив не спрашивай кому ты должен будешь платить и как а то есть мне то есть это за то есть за сон я должен 200 рублей платить ладно если бы за записи сна я бы заплатил 200 рублей да это это честно говоря такое а ну вообще знаете как было бы хорошо если бы меня бы не заставляли бы заранее за это владеть а он допустим него приснился сон и тогда можешь выбрать пересмотреть свой сон заплатить 200 рублей если пересмотреть ничего не плати просто не пересмотришь вот этот расклад я бы согласился а так нет извините просто чтобы спать я не готов платить деньги иди в жопу ты переходишь в режим креатива как майкрафте бессмертия безлимит любых ресурсов полет на но ты не выйдешь из этого режима контролирует что ты делаешь не сломай экономику мир и выдав всем много денег это нужно с умом делать это нужно делать с умом и четко все продумать так и это было бы очень круто способность ты бессмертен ты все можешь делать но надо не переборщить с этим и в принципе зачем мне перри выходить из этого режима я же могу просто все исправить назад если что-то не так сделал разве не так я согласен да значит 7 все люди с плохим зрением начинают видеть хорошо как и другие люди плохого зрения ни у кого в будущем не будет но твое зрение становится минус 12 нельзя исправить лазерной коррекции очки линзы носить можно наследство плохое зрение не пойдет нас если плохое зрение не не пойдет это конечно уже хорошо но это это наверное больше к пожилому возрасту подходит они ко мне я да я честно говоря не хочу ну и с другой стороны я помогу кучу людей всем людям этой земли и не придется им очки носить так что тут под вопросом но я просто пропущу я не знаю восьмое ты перемещаешься в игру майкрафта последней версии не считаю не являющийся снапшотом время реальности остановится пока ты играешь ты появишься одиночном режиме хардкор чтобы вернуться назад тебе нужно убить дракона и прыгнуть в портал перед тем как прыгнуть портал положи в инвентарь любые добытые тобою вещи они переместятся в реальность качестве бонуса удивляет от мир со всеми своими достижениями сохранится папки миров на компьютере но погибнешь в игре погибнешь в жизни я сразу же отказываюсь потому что хардкор в режиме хардкор очень легко сдохнуть на то он и хардкор нет живут не стала банкротом она выпустила когда среда 345 портировала игры на все устройства делала отличный мастерс онлайн режим она продолжает выпускать новые игры и поддерживает франшизу по сей день игра станет очень популярный но но ни один мод на когда соседа никогда не выходила не выйдет план игры в том числе в принципе тут зависит от того хороши ли будут 3 4 5 части и так далее если и если да то в принципе я согласился если нет то под вопросом я не могу сказать что со я не могу сказать сразу нет а все из-за того что большая часть модов которые я играл и они были полным говном которые были сделаны за пять минут и в них играть вообще не интересно честно говоря играть в пародии на когда седов то даже тот же когда соседа 3 куда интереснее чем в эти моды поэтому я наверное скажу все таки это пусть будет да значит что дальше последний в сутках теперь 48 часов вместо 24 это магический не навредить земле и жителям два раза больше отдыха сна и так далее но работать без тоже два раза больше до меня и до меня и обычный расклад устраивает 24 часовой расклад устраивает вполне я не вижу никакой необходимости его в два раза увеличивать я скажу нет так дальше все только один человек дилеммы свои написал теперь переходим уже к основной непосредственно игре в конце видео будут мои три мои дилеммы на которые вы дадите ответ в комментариях свои ответы значит первое вы получите любую мужчину женщину своей мечты но 50 раз в неделю случайное время вы будете получать беспорядочные пощечины и будете боль и будет боль будет длиться в течение часа 50 раз в неделю это сколько раз это вот смотрите в неделе семь дней это сколько мне придется раз сколько мне придется раз в день получать такие пощечины и и наслаждаться в кавычках этими пощечинами целый целыми числе целый час так вот 50 вот делим просто на 7 так вот ну но получается что примерно по 7 пощечин в день придется мне получать извините я тут я к такому не готов я отказываюсь что-то как-то ну извините я не готов страдать из-за этого каждый день идеальная ммм создается бесплатность сервер бразильский 99 игроков бразильцы что такое ммм ну-ка такое ммм массовая многопользовательская онлайн игра которые большинство игроков взаимодействуют друг с другу короче эта игра мне незнакома поэтому я нажимаю нет потому что я ничего это я это не я не знаю что это никогда не играл вы становитесь самым человеком в мире способным даже освоить любую видеоигру вы теряете способность пользоваться обеими ногами до конца жизни даже если прикрепляете новые протезирование тоже не пойдет то есть протез работать не будет что ли вы становитесь самым человеком в мире но это смотря но честно говоря мне хотел мне честно говоря хочется все таки иметь ноги вот к сожалению царствие не царствие небесное ему моему двоюродному деду но как двоюродного деда супруг двоюродной бабушки моей который умер год назад вот он у него и он из-за гангрены лишился обеих ног и собственно говоря да и и протезы ему никто так и не поставил он да он оставшийся пять лет своей жизни просто в четырех стенах провел без без ног и пара на протез ему не могли поставить во первых не только из-за того что дорого было из-за еще из-за того что он сам ты и только дело в том что не только у него но у него не было много на санта человек то нездоровый такой был у него двигательный аппарат так сказать не работал тот током протезы бы ему бы особо не подошли 67 лет ему было всего так вот печально но без ног это в четырех стенах придется сидеть просто постоянно я к этому не готов я отказываюсь а то что самому человеком в мире но это пусть согласится кто-то другой я нет можно умным стать если будешь стараться сам лично вы можете изменить любое решение своего прошлого но вам придется провести остаток своей жизни будучи не в состоянии зарабатывать больше минимальной заработной платы то что прошлое это уже прошлое минимальная заработная платы наши вот у нас в россии какая минимальная заработная плата 6 тысяч рублей в месяц по моему это никуда просто не годится я отказываюсь у нас в россии стагнация уже не один год и может даже не одно десятилетие у у нас к экономика не конкурентоспособная такая вот олигархический капитализм у нас к сожалению но не будем об этом много говорить вы можете как коррупция если проще сказать у нас очень большая коррупция в стране но не будем об этом много говорить короче следующий вопрос вы можете заглянуть в будущее но вы никогда не можете думать о прошлом нет мнения мне очень нужно думать о прошлом даже вот то что я выучу на следующий день сдавать экзамен вот это что я готовлюсь это уже считай прошлое а я а я его уже не могу помнить и не могу думать о нем как-то если тут это считается вот это за прошлое то я отказываюсь не вот прям сразу же да и думать о прошлом как это тоже мне надо настали чувство ностальгии какой-то должно быть вы можете заставить любого кого захотите почувствовать боль которую он причинил вам но вы чувствуете всю боль которая заставила их быть такими какие они есть я думаю нет что-то я даже рассуждать особо не хочу вы никогда не умрете не почувствуйте никакой боли но вы будете любить убивать нет я точно никогда не буду любить убивать только только тараканов или ком или это кома комаров разве что живите в любом фантастическом мире из любой книги фильма но вы были бы самым скучным и храма персонажем из этой книги фильма нет мне такой не подходит извините вы получите свою собственность тетрадь смерти собственную тетрадь смерти зачем не собственной тетрадь смерти но вы умрете если не запишите имя в течение 13 дней они вообще не понимаю что за тетрадь смерти поэтому я тоже отказываюсь вы можете встретить свою вторую половинку но вы но возможно вы больше никогда не будете пользоваться технологиями интернета мобильный телефон и компьютер это как-то сложно без технологий сейчас хрен проживешь так такой нынешний мир извините я не могу и второй половинке технологии нужны будут а вы можете стать невидим но равно он работает всего одну минуту каждый день это а то есть я могу стать невидимка но только на одну минуту раз в день а а почему да почему бы нет почему бы нет можно найти для одной минуточки применение вполне в принципе для правда с так правда с таким правда если все согласны будут преступность увеличится в разы воров станет больше которые быстренько за минуту проберутся в магазин ты чё нибудь по напихать и крик тык 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 свалят и минуты вполне достаточно будет наверное так что тут сложно честно говоря я соглашусь почему бы нет вполне плохая способность 84 процент человек согласны станьте невероятно успешным музыкантом но тут все твои поклонницы 12-летней девочки ну как то я даже не знаю это моя возрастная группа я могу своих фанатов не нарушая закон никаких недостатков не знаю я в принципе ну как-то мнение одни 12-летней девочки нужны меня меня иногда честно говоря даже не очень так это нравится что меня одни дети смотрят как иногда выясняется поэтому для такой вариант не подходит лучше бы не только до дни 12-летней девочки пусть будут еще она вы можете заниматься меган фокс я даже не знаю кто такая сразу же отказываюсь и вообще и вообще я не буду делать обсуждение вот на такие вот тема которые тут были написаны вы нажмете кнопку на вероятность того что произойдет что-то хорошее составляет 90 процентов вероятность того что что-то плохое составляет 10 процентов не произошло ни того ни другого ну и хрен с ним короче вы встретите свою настоящую любовь надо идите в жопу максима завсегда был и будет против однополой любви вот вот запомните да вот даже друзья у меня подчеркнули что такой вот лозунг у меня максима завсегда был и против чего-то конкретного а таких конкретных вещей много однополой любви курение чего еще наркотики и много чего другого если есть можно буквально все даже каменные кирпичи и бетон и нах они интересные на хрена мне это надо но вы приводите всех кого прикоснетесь после того как следите кого-либо предмет свою последнюю еду а в кого я превращу всех кого я прикоснусь в ту в тот же предмет который я съел честно говоря я даже не знаю на фига мне вообще есть какие-то каменные кирпичи и бетон вообще нафиг мне это надо это и это же какой-то бред полный я отказываюсь вы это я обсуждать даже не буду зачем это то это придумал у вас есть личный шеф-повар который приготовит все что вы захотите в любое время но он итальянский стереотип который заставил заставит вас выглядеть как российский ублюдок а почему таким образом у меня заставить стать российским не российский сразу говорю о российский ублюдок каким образом он заставит меня ненавидеть темнокожих людей он заставит меня быть расистом для не знаю для не знаю для кого для блондинок там и не знаю пускай пойдет нафиг я отказываюсь никто не заставит меня быть расистом любой кого встретите мгновенно влюбляется в вас но только если я этого захочу надеюсь но это относится и к семье и к людям которых вы ненавидите любой кого кого я встречу но тут не написано если я этого захочу сам а если я не хочу которого дни на нет я отказываюсь мне такие мне такие люди не нужны житель подальше от стариков а да действительно я слышала есть какой-то даже роман вот обычно же вот обычно какие пары бывают обычно молодые люди парень чуть-чуть старше девушки иногда бывает 1 что 1 год ки как родители мои в принципе я сам считал что пары 1 год ки это очень даже про правильное такое но я видел существует странные очень ненормальный роман роман и вот например какой-то 26-летний парень и крутил роман с девяносто однолетней какой-то бабушкой вообще может быть сейчас продал продолжается это но это приветствует ужасно так что избегаем этого вопроса отказываемся следующая вы можете контролировать мысли и чувства одного человека но вы будете случайным образом терять контроль над своим телом на один час каждый день когда вы контролируете этого человека на один час а то есть я теряю а а что будет со мной происходить когда я буду терять этот контроль я могу я буду что-то делать то при этом я не могу управлять собой я таким образом могу сбросить с балкона могу начать и из избивать своих родителей и так далее но это как то это то что довольно таки рискованно поэтому давайте отказываемся на всякий случай потому что рисковать для меня невыгодно в этом случае можете говорить на всех языках давайте еще три вопроса и на этом и перейдем к моим делям можете говорить на всех языках то чем больше вы говорите на других языках тем больше вы зарабатываете забывайте свой родной язык и тем больнее говорить да лучше лучше учить просто другие языки чем страдать после этого свой от своего от из-за своего языка думаю нет очень много я отвечаю нет потому что какие-то дурацкие вопросы у вас и рентгеновское зрение но вы должны склеить руки и пальцы друг с другом а рентгеновское зрение это конечно все круто это все это все прикольно но я не я никогда бы я толком не смогу пользоваться руками должным образом это мне коммерчески невыгодно и опять же нажимаю нет вы покончите с голодом в мире но это приводит к тому что мир перенаселен быстрее авка а что это значит и не понимаю массы переселения перенаселение это массовый геноцид но короче опять же то что не знаешь не подписывай не буду ну давайте последний вопрос на сегодня вы можете обладать любой супер силой которые вы когда-то мечтали свою жизнь вы вынуждены жениться на своем зрелищем враге девушки или парни нет это коммерчески на мне опять-таки невыгодно очень почти все вопрос почти все ответы которые сегодня давал это нет теперь приходим к моим делем вам и так как их также три и и каждая из этих трех делем которые я создал она связана с моей жизнью в ма именно именно такие выборы в моей жизни происходит ну как выборы такие ситуации по моим ситуациям эти дилеммы были составлены из моей жизни первое вы можете жить с девушкой или парами если вы девушка которую очень любите но для этого вам придется переехать другую страну ведь она живет сейчас там дело в том что в одном из предыдущих выпусках я рассказывал про одну историю про то как я влюбился в одну одноклассницу свою это было больше десяти лет назад но потом и мне потом удалось под подружиться с ней но когда у нас закончится третий класс она к сожалению от нас ушла и ушла и мы больше после этого ни разу не виделись но мы общались по соцсети и я в том видео кстати рассказывал что мы перестали общаться потому что в 2020 она перестала какой-то причине отвечать на мои сообщения так вот в феврале этого года я решил ей спустя четыре года решил ей снова написать причем дождаться дня дня ее рождения феврале когда и будет вот юбилей 20 лет написать куча приятных слов написать все что я не думаю положительного и так далее если ответь будет замечательно не ответит уже как бы все равно не пошли как-то не знаю но она 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 ответила и мы при мы возобновили свое общение сейчас сейчас снова общаемся сейчас созваниваемся иногда он прошлый раз по видеосвязи общались а тоже а не отвечал она на мои сообщения под из-за того что у нее психологический момент уединения был об этом много не буду рассказывать это это не моя жизнь я чужую жизнь выкладывать не буду особо рассказывать так вот она к сожалению с 2018 года живет в италии впрочем на следующем году говорит что планирует как-то там съездить и надеюсь что если приятель с ней обязательно встречу спустя более чем десяти лет разлуки и я действительно девушку это очень люблю у меня с детства чувствах не сохранились и вот вот я реально просто полюбить полюбил ее и нет могу и в принципе она со мной очень хорошо ладит и вот мне лёха говорит вот вот ты бы мог жениться на на ней если ты так сильно и любишь ты можешь можешь переехать в италию я даже не знаю довольно таки сложный выбор потому что вот италия это классная страна там все там конечно все круто но мне придется таким образом расстаться со своей родиной со всем родным с домом с семьей конечно я их буду иногда видеть но ред поэтому это это для меня выбор весьма сложный очень сложный выбор это честно говоря не факт что у меня с ней что-то пора что-то что-то сильно срастется она мне говорила что ее интересуют парни которых постарше нее хотя бы года на три который по опытнее который зарабатывает получше зарабатывать хорошо так что я и совершенно не подхожу единственное что нас может соединять это дружба который больше 10 на который у нас уже больше десяти лет ну и какая-то такая из и из-за этого какая-никакая привязанность друг другу имеется единственное что нас просто не но факт то что мы живем разных странах сразу же как бы все портит приходим ко второй дилемме ваш финансовый доход улучшится но для этого нужно придать хотя бы одного из своих друзей я очень надеюсь что вы все скажете нет дело в том что как связано это с моей жизни был у меня один дело в том что один товарищи с которым я два года дружил я не буду говорить кто он вы его вы его не вы его точно не знаете он на канале вы его ни разу не видели нигде не появлялся но он короче мы два года мы два года общались дружили поддерживали друг другу понимали и так далее но в этом году вот ему 18 исполнилось в январе я уже забыл какого-то конкретно января и вот он решил я буду я буду работать я буду менять свою жизнь буду менять свою личность во взрослую и вот с изменением личности он изрядно перестарался он стал высокомерным эгоистичным очень как и он много сколько мы с ним в том момент общались все сложилось много фактов из-за которых у меня сложилось ощущение что для него деньги стали важнее чем друзья много фактов я все называть не буду но еще он мне короче он денег у меня в долг попросил там сумма небольшая но тем не менее маленькая я до этого ему давал небольшие суммы он всегда их в возвращала тут подвел ну и короче в конце концов феврале феврале он короче такой давай разойдемся потому что нам с тобой ничего ничего уже точно не светит блин это так это честно говоря так звучит как будто какое-то расставание брачное идет вот реально с прям это так звучало ну и собственно собственно ладно просто ладно просто разойтись но вот он много чего плохого за это время сделал показал мне пример недостойного человека я поэтому зачем это как предательство это реально это подло просто было с его стороны вообще вы можете конечно сейчас сказать что я переувеличиваю но я вам просто далеко не все раз я далеко не все рассказал я рассказывать об этом подробно не будут так что вот такой и последняя дилемма это тоже связано как бы со мной лично с детства и до ранее до взрослой жизни у вас будет свободная халявная жизнь который ваши родственники будут помогать вам во многом но когда наступит время взрослой жизни и вам нужно будет устроиться на хорошую работу обеспечивать себя и свою семью если у вас будет в будущем вам будет это очень трудно из-за халявной жизни прошлом будете винить в этом себя это как раз похоже на того человека которым являюсь я дело в том что мне я хоть и у меня хоть и есть работает это удаленка в интернет-магазине но это все равно нет нет а работа в которой ты прям целый день работаешь трудишься прям и зарабатываешь большие деньги пока что там больших денег и особо не получаю но пока что этом не хватает на жизнь потому что я сейчас а по-прежнему все еще не скоро будет 20 лет я все еще живу с родителями которые которые покупают на всех и еду всю и это и это и так далее и также у меня с деньгами нету принципе проблем потому что не только заработок какой-то и есть мне деньги часто дарит на на праздники в которые можно дарить подарки там 23 февраля пример или день рождения или там новый год и поэтому у меня с деньгами проблем в принципе практически нету тем более я стараюсь к ним относиться довольно экономно так что по сути как это халявная жизни мне в учебе мне в учебе много кто вот родители помогают часто в учебе за это за колледж которые я ускоро будут захочу дни не я плачу а родители мои платят да я согласен я какой-то еще не самостоятельный человек но нужно но вот я сейчас чувствую что ой блин сложно же будет когда я на реальную работу буду устраиваться когда реально взрослую жизнь свою собственную буду начинать но в принципе но впрочем я буду надеяться что что все срастется тем более во всяком случае хоть и колледж за меня оплачивают и где-то какие-то работы там практику например родители помогают делать так то я стараюсь все делать сам мы ответственно ко всему подходить так что принципе по крайней мере я по крайней мере я пытаюсь хвалить себя в чем-то прям таком не буду но на самом деле я реально чувствую себя тем человеком которые у которого могут быть трудности в будущем но впрочем надеюсь что особо такого не будет мне все нормально будет я надеюсь что у вас в том числе тоже все будет нормально короче говоря такие вот дилеммы собственно давайте на них свои ответы в комментариях также вы можете предлагать свои собственные дилеммы на которые я отвечу в начале следующего выпуска и чтобы я ни один из них не пропустил пишите обязательно их под этим именно под этим выпуском не под каким-либо другим видео так я не пропущу ни одной дилемма вашей на сегодня все ссылку за подписываться с меня эпичные видосы подписывайтесь на мой блоговый канал спаде группы вконтакте и всем пока